Музыка Для макевары МБШ, кроме обычного бойка, стандартного, существует еще и специальный детский баек. Детский баек отличается от стандартного только тем, что он обладает меньшей степенью сопротивления и более высокой эластичностью. То есть у него степень сопротивления ниже, для того, чтобы на этой макеваре при минимальных нагрузках могли работать даже дети. Внешние бойки не различаются ничем. В данном случае они различаются цветом немножко, но на самом деле они ничем не различаются. Ни толщиной, ни фактурой, ничем. Только своими свойствами. Свойства у них действительно сильно разнятся. Если стандартный баек МБШ имеет степень сопротивления до прожатия бойком до отбойника 100-110 кг, то ученический баек имеет гораздо меньшую степень сопротивления на прожатие. Сколько? Мы с вами замерим. Вы сами увидите эту разницу. Как заменить? Очень просто. На самом деле макевары демонтируются довольно-таки легко. Для этого достаточно открутить всего лишь два болта. Откручиваем два болта на лицевой стороне макевары. Если вам нужно просто заменить баек, то макевару полностью лучше не разбирать. Так будет проще. Снимаете баек. Можно вместе с усилителем. Если вы хотите, чтобы макевара была вообще мягкая. И ставите болты на место. Ставите пластину с серийным номером. Шайбу. Довольно быстрая процедура. Для этого вам требуется всего лишь один единственный гаечный ключ. И протягиваем. Ну вот. Вся процедура заняла от силы, ну, не знаю, минуты три может быть. Может быть четыре. Ну, максимум это занимает около пяти минут. В итоге мы получили макевару, ну, ослабленную. Так как убрали от усилителей. Вот этот вот. И к тому же сам еще баек по жесткости намного ниже. В итоге, смотрите, что можно делать. Значит, получается, что вот такая макевара, собранная таким образом, без усилителя, она абсолютно мягкая. Смотрите, я ее могу, в принципе, сжать руками. Вот. То есть, понимаете, насколько стало меньше силы сопротивления. Обычную макевару вы не сожмете так вообще никак. Если мне нужно, значит, увеличить силу сопротивления ее, я просто двигаю ползун, она становится жестче. Когда мне этого становится мало, можно вставить усилитель. Вот этот. Она станет еще жестче. Ну, и, соответственно, когда уровень подготовки станет выше, вы ставите обычный баек, который в разы жестче. Имея силу сопротивления с усилителем на минимальной настройке 100-110 кг. И работаете уже в обычном режиме. В итоге диапазон работы на макеваре от МБШ от ученического байка до стандартного становится очень высокий. В итоге, макевару МБШ могут использовать в своей подготовке даже дети. Мы рекомендуем не использовать вашу макевару без усилителя вообще. С ученическим ли байком, или только вы ставите баек стандартный. Но лучше всегда ставить усилитель либрогасящий, чтобы он обязательно присутствовал. Потому что это в разы увеличивает срок жизни байка. И, к тому же, свойства макевара становятся более правильными для работы как по набивке, так и по постановке глубокого и пробивного удара. Поэтому сначала ставим усилитель, сверху баек, дальше пластина, совмещаем все это дело. И болтами фиксируем. Наживили один болт. Поставили второй. Наживили его. Сначала вы закручиваете все от руки. И только последнюю доводку делайте с усилием ключом. Хочу предостеречь вас от того, чтобы перетянуть макевару. Потому что, если вы сорвете втулку, сорвете резьбу на втулке, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что макевара будет уже нуждаться тогда в ремонте, в замене запчасти. И данный ремонт, это не гарантийный ремонт. Поэтому никогда не перетягивайте болты. Лучше потом макевару подтянуть. Если вдруг у вас зальюфтует баек, будет немножко перемещаться в стороны, вы просто немножечко протянете макевару. Но никогда не применяйте очень большую силу при затяжке с первичной. Лучше подтянуть ее потом. Никогда не затягивайте болт один полностью до конца. То есть, не надо затягивать полностью один болт до конца, а потом другой. Тогда у вас будет эксцентричная самгезатяжка. И макевара будет затянута неравномерно. То есть, она перекосится. Поэтому обязательно один оборот с одной стороны, другой оборот с другой стороны и так далее. До тех пор, пока все будет довольно туго. Вот мы собрали макевару. Вот ученическая она уже получилась теперь. Это детская макевара. Степень ее сопротивления довольно низкая. То есть, она гораздо ниже, чем с мастерским бойком. Видите, я могу сжать ее, в принципе, руками. Одной рукой. Тоже, в принципе, можно. У кого очень сильная кисть. Ну вот. Двумя руками сжать ее довольно легко. А теперь давайте сопоставим силу сопротивления на прожатие макевары с тем бойком, который был до этого. То есть, был обычный боек с бойком детским. Если на ту макевару я вставал на одну ногу и не мог ее продавить, то теперь, видите, одна нога стоит у меня на полу. Я ставлю ногу на носочек и спокойно прожимаю макевару полностью до конца. Замеряем силу сопротивления с детского бойка. Кладем брусок. И начинаем загружать макевару разновесами. Для этого мы берем блины для штанги. Давайте попробуем для начала 20 килограмм. 20 килограмм недостаточно. Остается довольно большое пространство. 40 килограмм. Чуть-чуть не хватает. Я думаю, что 50 уже достаточно будет. Да, 50 килограмм уже макевара легла. Давайте посмотрим. С другого ракурса. Итак. Смотри. Разгружаю. На ней сейчас 50 килограмм лежит. Вот я снял 10 килограмм. Вот я снял 20 килограмм. Осталось только 20. Значит, вот нагрузка. 20 килограмм. 40 килограмм. 50 килограмм. Все лежит. Так. 50 килограмм. Смотрите. .